Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я вам покажу Skyforge. Это MMORPG, изданная компанией Mail.ru. Собственно, что о ней можно сказать? Основа её это PvE. Недавно ввели в PvP, но оно интересное, стоит к нему просто привыкнуть. Основная особенность этой игры в том, что, во-первых, она была очень ожидаемая. Во-вторых, эта игра не имеет чёткого распределения на классы. Ну, то есть, вы создаёте своего персонажа, выбираете ему внешку. Сейчас я вам, в общем-то, всё покажу. Чё я буду размусоливать это в экране загрузки, если всё можно показать на наочном примере. И эта игра даёт нам шанс приобщиться к божественному. Точнее, собственно, мы и станем этим замечательным божеством. Вот так выглядит, собственно, интерфейс замечательной этой игры. Как вы видите, на панели не так много скиллов. То есть, заняты кнопочки 1, 2, 3, 4, правая и левая кнопка мыши. З, Ц, В и будет ещё занято Р на ежеднев. За некоторые классы придётся быть пианистом, но ничего не поделаешь. Давайте посмотрим, собственно, по скиллам. Тут огромное количество талантов, то бишь, пассивок. Есть небольшая вариативность по выбору, собственно, основных способностей. И есть вот способности, которые складываются в комбо. Это всё правая и левая кнопка мыши, но при одном нажатии вы получаете... Вот на правую кнопку мыши вот печать света. На двойное нажатие вы получаете карающая молния. На тройное нажатие вы получаете либо меч правосудия на левую кнопку мыши, и на правую кнопку мыши небесная кара. То есть, собственно, у нас есть по дефолту три класса. Это хранитель света. Давайте лучше я их на эквипе покажу. Хранитель света, клерик, хилл, поддержка. Как вам интереснее, как вам ближе. Паладин, защитник, дефендер. Танк. И, собственно, атакующий класс Криомант. Маг. Больше ничего не добавишь. Это три первых, дефолтных класса. Как вы видите, здесь нет брони. То есть, у нас есть только пушки. И к ним обода. Снимаем это, и мы уже беззащитные и безоружные. На демонстрационном экране это почему-то не отображается, но и хер бы с ним. Точно так же здесь с паладином и хранителем света. В любой момент, кроме боя, мы можем поменять класс. Они качаются почти все вместе. То есть, собственно, есть вот такие вот ветки. Путь Криоманта. Не люблю Криоманта. Бесит он меня. Паладин получше. ДД ПВП. Первый класс. Который можно использовать для ПВП в полном мере. Собственно, начало пути. И постепенно мы за вот эти вот камушки, за искры разрушения, за искры созидания, и за искры равновесия, мы будем продвигаться по вот этим вот кружкам. Мы будем поднимать статы. Выносливость, сноровка, дух. Будем открывать первые пассивки, активки. Тут же могучка. Сила. И остальные, 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 остальные. Пока, собственно, не доходим до поворотного момента. Получаем путь паладина. Основные статы открыты. Теперь дальше прокачка будет осуществляться за искры справедливости. Они выбиваются так же само за квесты, за прохождение ПВП и за... Что еще? За прохождение данжек, собственно. Все это качается за, ну, не очень большие цены, да, но фармится оно все довольно быстро. Если вот посидеть несколько часов, то можно выкачать вот где-то досюда, может и дальше, да. Если вот чисто фармить искры и выфармливать, собственно, искры справедливости или... Как это для других классов, вот, допустим, хранитель света, у меня развит намного дальше, чем паладин. Вот у него искры милосердия. То есть тоже такая же беда, и, собственно, ветки развиваются дальше. Каждая вершина, каждая пика здесь дают пассивки и активки. В основном тут пассивки, которые улучшают, собственно, сам класс, его способности и улучшают статы. Теперь давайте-ка я попробую вам рассказать немножечко об каждом из классов. Собственно, хранитель света. Это поддержка. Он умеет хилить, он умеет кидать на себя щит, может кинуть это на дружественного персонажа. У него есть дамажные скиллы, у него есть радиусный скилл, у него есть продамаживающий скилл, но при этом нужно стоять на месте. Для ПВП он, ну, для кого подходит, для кого не подходит, смотря по ситуации. То есть в основном дамаживающие скиллы, дамаживающие и защитные скиллы. Ореол это броня на всех союзников в радиусе. Ярыс звезд это такая деф, защита на парирование. Если вас кто-то начинает атаковать, шарики, которые вы создали вокруг себя, начинают атаковать его и оглушают, собственно, гнев, солнце. Это такая радиусная атака, чтобы раскидать всех. И стяжка. Собственно. Клерик это хранитель света, мой любимый персонаж пока что. Собственно, паладин. Как я сказал, ДД ПВП, первый класс, который можно реализовать в ПВП в полной мере. Потому что у него есть хороший запас здоровья и хорошие дамаживающие и контролюющие скиллы. То есть, подлёд, броня, броня. То есть, броня, как это самое, как щит, броня, которая вообще нивелирует все атаки. Яростный приговор, удар, молнии, неплохой продамаживающий скилл. Волна ярости, это типа ежедневка, которая там имеет восстановление полторы минуты, но при этом действует на нормальный радиус и продамаживает, как вы видите, от 300 до 800. Святая земля это баф, который увеличивает урон, по-моему, от вашей небесной кары. То есть, кидаете её на себя, пробиваете 4 раза, пробиваете 3 раза и выбиваете небесную кару. Криамант. Криамант это соло-дамажащий класс, который я очень не люблю, потому что, ну, во-первых, он, да, он действительно оправдывает своё название, он очень дамажный, но он такой, сука, тонкий. Это жесть. Если к рерикам, который считается класс поддержки, я могу разъебать, считайте, любого босса, просто кружа вокруг него, кидая на себя щиты, кидая на него звёздный шторм, кидая на союзников ореол, обкидывая его периодически искрами гнева, там, кидая на себя эту парировку, просто я могу завалить реально любого босса. Просто носясь вокруг него. Паладином я могу устроить кровавую массакру прямо на арене. Ну, смотря какие противники тоже. Но если всё грамотно сделать, против паладина не выстоит никто. Но это из трёх выше, двух вышеперечисленных классов. А Криамант, ну, просто не надо уметь играть. Скажу так. Собственно, вот такие вот классы представлены. Тут довольно-таки широкий интерфейс. Давайте посмотрим умения, собственно, всех трёх классов. классов действительно больше, но, тем не менее, пока у меня их только три. Есть вот такие вот штучечки, дрючечки. сейчас покажу. Вот, собственно, камни усиления. Первого, второго, третьего, четвёртого, так и до седьмого уровня. Собственно, эти камушки замечательные, великолепные, нужны для того, чтобы улучшать ранг наших пушек. Наших пушек и нашей бижи. Собственно, как вы видите, ранги поднимаются за частицы мастерства, которые выбиваются в специальных данжах или даются за прохождение данжей с бонусами. Максимальный ранг у меня пока что четвёртый, то есть я улучшил за эти вот, собственно, как они называются, это частицы мастерства. Улучшил до четвёртого ранга максимального и теперь улучшаю их за счёт вот этих вот печатей. Это происходит так. Мне нужна ещё одна печать, чтобы улучшить. Давайте купим. чтобы вам собственно показать сам этот нехитрый процесс. Вон они все в инвентаре у меня. Мы вот просто берём, нажимаем улучшить, за это отдаём кредиты, кредиты мы зарабатываем собственно ходя в данжи. У нас будет прибавляться плюс 10 могущества и плюс 10 престижу. Престиж это вот этот вот показатель, который показывает нашу развитость, точнее развитость наших персонажей в звёздных ветках и собственно в улучшениях. Плюс 10 престижу, потеряны деньги. Мы стали немножко лучше. Все эти собственно оружия, они улучшаются одновременно. пушки на каждый класс соответственно свои, то есть они имеют свои ранги престижа, как вы уже поняли, да. Тут у меня на паладине синька, потому что он у меня пэшный, ну, в меру сил своих одарований. Собственно, криомант это вообще класс ничтожен, потому что, ну, не люблю я его. Так, что ещё? Сумка, да? Что ещё по сумке? Вот эти вот кристаллы, это по мере развития вы всё узнаете, это хилки, это для улучшения собственно моих храмов, поклонению мне, имени меня. Вот эта штучка, которая открывается по мере нашего поднятия по лестнице престижа, как вы видите, требует 2800 престижа, для того, чтобы открыть и получить 15 страниц. Я вам сейчас покажу, куда эти эфирные кристаллы, это коллекты был, типо. Тут у нас ещё есть трофеи, собственно, амулеты, которые тоже сдают статы, есть 4 слота под кольца, собственно, кольца бывают силы, духа, отваги и удачи. Короче, по имени каждой из стат. У меня довольно неплохие кольца, видите, по 40 значений придаёт каждая. Вот здесь вот, собственно, описаны все статы, они одинаковые для всех, но по мере боя они улучшаются. Так, давайте выберем, собственно, культ. Культ открывается с получением 2500, по-моему. У нас есть вот такие вот ранги для тех, кто играл в Assassin's Creed, типа, и муд, потому что, ну, это, собственно, таблица братства. Тут вот есть вот такие вот заданицы, на которые мы просто берём от человека и отправляем туда. И он нам приносит со временем какую-то награду. Опыт и награду соответственно. Так, давайте посмотрим. Закрыть, я бы тут побольше поднять, потому что, потому что, опа-на. Ещё какую-то шестёрку надо с вами отправить. Вот так. Отправляйтесь, дорогие друзья. Ты. Ого. Тебя хватает. Может, ты пойдёшь? Да, его хватает. Хорошо. Значит, всё-таки пойдёшь ты. Так, 65, 75, 200, ого, 270. Я не знаю. Вряд ли мне хватит пацанов. А не, хватает. Вперёд. И тут 270, а тут мне уже, видите, не хватает провизии. Провизия выбивается на глобальной карте. Сейчас вам покажу. Так, вот тут провизию можно тоже поднять. Отправляйся за провизией. И, собственно, всё. Адепты у меня все предели. Вот, собственно, зелёные это просвещённые. Просвещаются они при помощи артефактов, которые выбиваются всё то же в данжах и на глобальной карте. Вот так вот выглядят наши провинции. Собственно, тут мы можем поставить управителя. Если управитель просвещённый, то нам даются определённые бонусы. Видите точность, свыльчивость и всё остальное, но это нужно улучшать тоже за определённые реликвии, которые выбиваются со специальных данжей. Тут у меня пока ничего нет. Собственно, центральный храм улучшается за вот эти страницы священных текстов. Тут открываются новые регионы, тут также мы можем улучшать и создавать новые здания, которые нам будут добавлять дополнительные бонусы и прочее, 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 прочее. можно выдохнуть. Вот это количество наших последователей. Как вы видите, их 103 человека, у меня даже подписчиков на канале больше, поэтому, собственно, мало, как-то слабенький я, как божество пока что. Вот, это мы посмотрели с вами, чтобы ещё посмотреть. Пантеон, это местные гильдии, давайте-ка ещё пройдёмся по развитию. Каждый из классов, как я уже говорил, имеет свою ветку развития. То есть, и они довольно, 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 довольно большие. Для того, чтобы сделать вам топового паладина, например, или топового хранителя света, вам нужно пройти все эти сраные вершины и все их улучшить. В каждой вершине есть нормальное количество улучшений. У клерика это вынос, это могучка, это дух. Собственно, много всего, а вершины это всегда активные или пассивные способности. Они довольно хороши и к ним стоит стремиться. Вот, такая вот штука, как переломление света, это увеличивает обжигающий поток и звёздный шторм на 30% урон. А это мои основные дамажащие скиллы на данный момент. Теперь давайте-ка по атласу развития. Здесь у меня на данный момент есть три класса, то есть три вершины, которые подчинены, так сказать, мне. И вот тут также есть вершины, которые мы будем улучшать одна за одной цепочкой. то есть как видите, они будут требовать побольше собственно вот этих ресурсов, различных искр, но при этом они дают бонусы для всех. Как вы видите, у меня пока доступно три класса, то есть это паладин, криомант и хранитель света. Я начал свой путь от хранителя света по вот этим вот вершинам замечательным улучшил вот здесь вот на силу, на силу, на удачу, на вынос. Прошелся немножко, знаете ли. Путь мой лежит к другому классу. Собственно, как вы видите, вот тут можно гляднуть например вот по этому и нажать просто проложить путь и оно будет показывать какие вершины кратчайший путь как вам прийти вот собственно к классу мастера теней. Это лучший пвпшник, это собственно рога. Это собственно рога. Классов тут довольно много. Вот богатырь это чистейший танк, как вы видите тут еще еще будут вершины различные. Что это такое? Сколько их тут япона мать. Вот классы вам лучше показывать немножко в другом месте. Вот тут видите есть еще берсерк, есть еще колдун, есть лучник, есть некромант, есть монг, монах, то бишь есть штурмовик, есть алхимик. Классов предостаточно. И собственно от стандартных классов вам придется пройти нелегкий путь. собственно для меня лучший класс это все-таки монг, потому что он мне нравится, но первым классом, который я буду открывать, это будет мастер теней, скорее всего вторым будет лучник, а там уже посмотрим. Потому что в принципе мастер теней это лучший пвпшник, которого только можно найти, а лучник это охеренный ауешник, то есть пве, ауе, это все про меня. как-то так. Собственно после того, как вам дают возможность создать свой культ, то есть создать, культ создает вас, вам ставят статую, статуя имени меня, Maximus Main. Каждые сутки мне дают дары, дары, 22 страницы, замечательно. Как раз можем и храм улучшить заодно. Так, 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 провинции скрыть. Так, давайте-ка улучшим этот храм. Центральный храм улучшить до второго ранга. Хорошо. Теперь у меня два храма. Что сюда нужно, я уже не помню, ну да и хер бы с ним. Собственно, это не так важно. Оно нам все тоже дает и престижа, и, собственно, паломники будут к нам приходить по баще. Возле нашей статуи собираются потенциальные адепты. Талантливый мистик. А ты не на службе у меня, чувак? Талантливый мистик. Ты у меня не на службе, адепты? Красно какой-то там. Ага. Но, к сожалению, я не могу тебя взять, хоть ты уже и просвещенный, потому что у меня просто нет для тебя слота. Ладно, выкину кого-то из этих пидорасов, вот этого вот, например, мудачину, или вот этого он меня накаляет, и возьму себе просвещенного. Как вы видите, довольно много людей хотят присоединиться к моему культу уже, но пока не судьба, потому что он еще не развит. А это статуя имени меня. Да, тут если я поменяю внешку, можно ее немножечко обновить. вот таким вот, собственно, образом. Да, замечательно. Теперь хотелось бы вам показать классы, как они выглядят, собственно. Собственно, как я уже говорил, брони здесь нет. Тут есть только костюмы, которые не влияют на ваши статы. Вот, собственно, костюм паладина стандартный. Вот, собственно, на сука. Ладно, придется выбрать, выбрать, что выбрать? Висит сюда. Стандартный, мать его, ёб, костюм. А, не, все нормально. И для каждого из персонажей он, собственно, свой. вот как-то так. Тут есть различное множество костюмов, то есть, в основном, вот эти вот, костюм паладина, костюм лучника, костюм берсерка, костюм богатыря, костюм криоманта, костюм хранителя света, клерика, штурмовика, вот, например, костюм кинетика я открывал путем прохождения обучения. Так же само, как и костюм монаха, алхимика, некроманта, который в данный момент надет на мне, костюм мастера теней, это было, это было, это было, и костюм колдуна. Собственно, все остальные костюмы, вот эти, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, это все костюмы стандартные, которые можно поменять немножко расцветку, не так бы вам произвольно, как бы вам хотелось, но тем не менее, ее можно поменять. Также мы можем поцепить серьги на нашего замечательного персонажа, вариаций не так много, но я думаю, их можно докупить. Также головные уборы, типа, господи, голова, головные уборы, типа, вот таких вот шутовских, бандан, там, кепочек различных, капюшонов, шапочек, даже роботских масок, японам, мать, можно еще беретку нацепить на себя, только она дебильная, как я не могу просто. Вот. Также есть стандартные наборы, то есть броня паладина того же и его же шлем. Я хожу без этого всего. Маска и очки, собственно, несколько вариаций очков. В данном случае это три штуки. Выбрал себе этакие. Также есть маска плута, которую можно раскрасить в различных вариациях. И верхняя часть маски плута, она особенно хорошо сочетается с каким-нибудь капюшоном. Но, повторюсь, это не для нас. Также татуировки. Татуировки набиваются только на лице, поэтому, но не знаю, кому как, кому как, дорогие друзья. Кому нравится, занимайтесь. А у меня божество без татушек на лице. Теперь давайте я вам покажу, как выглядят классы. Их тут 4, 8, 13 штук, если я не ошибся в подсчетах. Номер раз. Это, собственно, колдун. Мы можем тут потренироваться за него играть, но это странная, странная, странная херня, которая из магии использует ворон. То есть, различные комбо с воронами. Да, есть у него очень дамажные скиллы, но он такой, мне не нравится. Кинетик. Кинетик это странное существо, бафер-дебафер, которые заносит, уносит, отталкивает. Короче, чувак уходит в фулл контроль. По крайней мере, мне так показалось. Мастер теней, типичный рога, использующий инвиз, критические утары, быстрые подскоки и прочее, прочее, прочее. Ужасная тварь ПВП. Собственно, богатырь, типичный танк, использующий щит и копье, через щит вообще не проходит никакой урон. Механика проста. Зажимаете пассивку, он закрывается им автоматически и урон проходит только, если пробивает либо вашу броню, либо заходит вам в спину. Лучше всего в ПВЕ. Штурмовик. Это пушка на ножках, которая использует три боевых стиля. Стили эти ужасны по-своему. Лазерная пушка, что стреляет патронами и гранатомет. Собственно, три стиля, которые вы можете менять в процессе боя. Интересный персонаж, может и протанковывать, и вносить бешеный урон, но на любителя. Криомант, паладин и хранитель света это три стандартных класса. Берсерк это такая хрень рогатая с двуручным мечом-пилкой, которая в основном имеет ауешные атаки, которые пробивают все и вся, но опять же на любителя. Алхимик имеет дурную славу, умеет отравлять и очень и очень быстро разделаться с врагами, если у них конечно нету резисток отрави и прочим и прочим. В правильных руках это машина смерти, но для него нужно быть пианистом. Второй же после него это монг, монах, обладающий тремя стилями боя, по соло целям, по масс целям и по контролю. Собственно первая школа это ужасные атаки, но лишь по одной цели. Вторая школа это массовые атаки по множественным целям, дичайшие акробатические этюды с использованием боевого шеста. И третья школа это собственно школа контроля, подскоки, отскоки, жесточайшие удары, кувырки, пируэты, соконтрить монка в этом стиле почти невозможно. Собственно переходим дальше. Некромант. Некромант использует как вы видите косу. Тоже чертовски опасный чувак, но использует он призванных тварей, отравы и переходит почти полностью в контроль. Если только его вовремя не прижать к стене и не разорвать к чертовой матери. Имеет воплощение жнеца жестокую такую тварь, в которую он превращается и на некоторое время он почти неуязвим и продамажит очень даже хорошо. Но все-таки класс на любителя. Лучник охереннейший класс на самом деле, ауешник также может работать по одиночным целям, но при этом на любителя. то есть кого бы вам показать из этих собственно в данжике я не пойду я вам просто покажу тренировку кого-то из них. Наверное покажу монка или все-таки лучника. монка потому что это все-таки мой любимый персонаж. Используйте умения. Это такая простая тренировочка с различными видами боевых искусств. лошадь. Пока оно там перезарядится я уже разъебую их всех. Ну да. Первая школа это соло цели, но как видите тут есть четкий прицел по которому вы сориентируетесь на ваших врагов. Есть четкая система. Так переключаемся на второй стиль это мой любимый стиль. как видите жестокий АУЕшник то есть проходит в основном по толпе и разрывает все. Так упокойся ты ну давайте зарядимся на урон и разорвем к чертовой матери этих роботов. Вот такой собственно персонаж а да 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 раз два и глобальная атака на правую кнопку мыши. Бабах такую же мы используем на левую кнопку мыши только она идет в раскрутку а это идет просто массовый взрыв. Как-то так. Теперь нам покажут третью школу собственно школа воды. что-то не прошло кстати. Что-то такое да. По соло целям оно как-то неинтересно смотрится ну мне так кажется да. Это бешеная раскрутка просто. Но также он использует очень быстрые подлеты и если монг начинает контрить это просто пипец особенно вот в этой школе это просто вот видите он тупо не выходит у меня с атаки. Че ты застрял что-ли чувачок? Он просто во-первых он этими атаками наносит бешеные криты он настолько быстро бьет что хп улетает просто мгновение ока. так давайте ка вот это вот перейдем слишком близко все собственно мы походу три школы освоили а не 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 еще мы три школы не освоили с вами бам отлетел бам прилетел оттолкнулся и опять полетел сбил с ног и опять та же алаверда он тоже ужасен как в пве так и в пвп но при этом как вы видите это не особо эффективно работает на мобах на мобах лучше работают ау 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 оба на ладно я полетел короче давайте ребята раскрутим нашу веселую карусельку чё не сработало то так а ну ка сдохни тварь как вы видите эти школы можно менять прямо в бою то есть не обязательно выходить из боя ну ё-мая по полной программе разрывает жопу этим роботом а если уже перейти на соло цель то можно его разорвать вообще в мгновении ока потому что ну блин школы очень разнообразные то есть если им научиться правильно лавировать это это просто сатана так уходим нахер отсюда а то он дурной я же его знаю будешь пихать да да будет у меня даже скорости не хватает чтобы в принципе меня нагнать я отмечу паж воу 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 прямо в пасте ему полетел ну а так собственно и убиваются боссы классом по имени монг это может вам показаться немножко муторно но знаете по сравнению с варфреймом и отошел видите спокойненько не напрягаясь рвем эту срань как можем раз два давай 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 опа хорошо вот он и заснул собственно пройдена тренировочка замонка это мы собственно проходили стоковым его у нас сейчас в распоряжении три ну более менее прокачанных я не говорю что прокачан у меня карьямансер я не буду показывать данжики потому что ну во первых это смотря какой пати в основном они все легкие но дело в том что я не хочу на записи приветствую настало время разыскать себе влиятельного пульта приходи в зал как будет свободное время хорошо давайте заодно этим и займемся я не показываю вам людных коридоров потому что фпс при записи дико проседает но как вы видите тут есть вообще статуи различных товарищей да но моя уже сдвинулась вот моя была вот где-то там или там по-моему по-моему здесь была моя статуя а теперь она в центре да спроси что ты имеешь ввиду уточни детали но для начала нужно совершить что-нибудь эдакое о чем можно будет рассказать так я совершил победи побольше чудовищ или одержи больше славных побед в состязаниях с другими бессмертными ну это я тоже совершил нихера себе одержать победу над противником монстрами или другими бессмертными я думаю 50 человек я накосячу без проблем собственно вот так вот да ну ничего ничего как только так сразу знаете ли как только так сразу еще есть еще какие-то квестяки куда можно было бы моих этих олухов отправить вот иди 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 с богом товарищи тут нужен еще ранг культа 3 я не вижу где он к сожалению набирается что-то я запамятовал необходимо количество 800 у меня 100 человек мне ой господи блядь иисусе ладно мне нужно еще 700 человек 697 если быть точно теперь давайте покажу как тут отправляются в данжи ну что же мы находимся около звездной карты информатория как видите тут 9 фпс тут собираются все божества различных уровней у каждого из них мы видим количество хп и их собственно уровень престижа 6200 это дохуя да уж тут есть и побольше есть он 9000 я видел максимум которого я видел это по-моему 11 или 16 по-моему 11000 у чувака было это просто страх и ужас мы подключаемся собственно к глобальной карте у нас тут есть различные заданицы как вы видите столица столица имеет обычно имела обычно три уровня это информаторий парк и научная лаборатория теперь же она имеет еще зал славы собственно вот этот зал с моей статуей может быть появятся еще другие и вот тут есть различные данжи как вы видите тут дают эти синие искры тут х2 есть на зеленые искры но видите иногда тут есть на мастер теней там допустим х2 это будет распространяться или на алхимика а есть и такие но к сожалению сейчас нет есть и такие где просто дается х2 вот одиночные там где эти искры это суровые данжи это коридоры они не сложные но собственно они проходимы вот за тренировочку можно получить вот эти вот монеты монеты за которые покупаются потом другие классы я вам наверняка это показывал что хотя сейчас даже покажу что тут долго рассказывать собственно сами вершины вы получаете за искры но конкретно класс вот тот же лучник да вы проходите по змейке по цепочке до него и за него вам нужно заплатить это 300 этих замечательных монет сейчас я вам скажу как они называются денежки а вот искры преображения да искры преображения у меня их 624 штуки они даются все за квесты вот такие вот как я вам показывал дары медальон прикольно просто огромное количество валют ну что ж нам дают квесты как вы видите квесты тут господи фпс успокойся мы же всего лишь на карте это все из-за записи а не из-за моего компа как написал один человек дубо сука вот собственно у нас где подчеркиваются задания одержимый бок как вот на этой местности а да я таки недорассказал где вы видите одиночные искры это суровые данжи коридорные где вы видите вот так вот как несколько их тут их 3 и вот тут их 3 это открытые локации все квесты на них даются произвольно как правило это убей определенное количество мобов там от 10 до 15 до 25 по моему короче завершаешь несколько заданий и собственно вам выдаются те же искры но за то что вы бегали на открытой территории вас там не ограничивают ни временем ничем собственно вы сами хотите что и делаете магазинов тут нет как я уже показал брони тут нет ничего купить тут по хорошему нельзя пушки выбиваются либо в пвп либо в пве вот пвп это у нас всегда аренка снизу это база исследований тут вот видите награда эмблема адепта за эти эмблемы мы можем просвещать своих адептов то есть сделать их зелеными потом синими и далее и далее и далее собственно вот такая вот карта различные награды постоянно тут есть собственно какие-то данжики в данжике вы можете заходить собственно сами и сами их проходить можете подбирать группу награда от этого не поменяется как-то так дорогие друзья вот собственно что хотел я вам рассказал про skyforge она находится в открытом доступе распространяется конторой mail.ru без доната никуда дорогие друзья не обольщайтесь качаться развиваться драться и убиваться вы можете без проблем я он докачался до 2 вы серьезно у меня 2 700 престижа уже ахуй матери уже скоро этот флакончик открою нормально собственно качаться и развиваться вы можете спокойно вам никто этого не запретит и свитки вам никто не заставит покупать как это было в юбаных холодах вот собственно вы открываете новые классы качаете их до определенного ранга потом дальше ходите в данжики дальше убиваете других богоподобных или бессмертных как тут их принято называть развиваетесь улучшаетесь вплоть до божественного воплощения дальше вам на голову упадет венок нимб крылья блять и пару десятков маунтов будете королем будете решать все и вся но это зависит как правило от скила собственно и от прокачки донат никуда не делся все таки это компания mail.ru но можно играть и без этого я это все говорю с сарказмом потому что ну mail.ru вы заебали честное слово я не говорю что донат стоит отменить вообще в принципе потому что ну это какое-то определенное преимущество что можно задонатить и ускорить свой процесс развития но не до такого же маразматического случая как это было господи во властелине колец как это было в олодах там много есть примеров игр я думаю если их подумать то кто-то определенно стыкался с компанией mail.ru и прекрасно знаете их методы я имею ввиду то поколение которое возрастом с меня хотя бы не тех кто только-только-только начали играть собственно вот такого Skyforge я вам не показал данжики но я не хочу потому что я думаю там фпс просто умрет там иногда бывает даже проседание без записи по крайней мере у меня не знаю у всех но у меня иногда бывает то есть играть можно но на 10 фпс это не особо качественно но это наверное из-за того что я еще параллельно вконтакте музыку слушаю как-то так всем спасибо дорогие друзья за просмотр с вами был Марс мы сегодня с вами смотрели Skyforge оставляйте свои лайки оставляйте свои комментарии обязательно пишите сюда свое мнение с вами был Марс до новых видео всем пока субтитры подогнал «Симон»